Праздничная ярмарка в честь Международного дня пожилых людей состоится в агропарке Кивсубботу. Об этом объявили на деловом понедельнике. Заместитель главы Бавлинского муниципального района Ренат Хомедулин, который ввел аппаратное совещание, подчеркнул, что нужно обеспечить участие в ярмарке фермерских хозяйств и владельцев личных подворья с широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции. Он также дал задание организовать работу автобусного маршрута до агропарка и провести на праздничной ярмарке концерт. На совещании было объявлено, что в рамках программы «Безопасный город» в Бавлах установлено 19 камер видеонаблюдения, а по программе «Безопасный двор» – 38. Благодаря этому с начала года раскрыто три преступления и выявлено 38 административных правонарушений. Руководитель Бавлинского подразделения МЧС Ильдар Галеев напомнил главам сельских поселений о пожарной безопасности. Заброшенные дома, окраины некоторых сел и окрестностей ряда сельскохозяйственных объектов заросли бурьяном. В случае возгорания это грозит большой бедой. Поэтому необходимо срочно скосить сорную траву. Если будет засушливая весна, то мы будем гореть. Поэтому глава сельскохозяйственных поселений у нас еще время есть, пусть немного. Основной упор нужно сделать на этой траве вокруг, я вот сейчас отобежал, именно вокруг сельских поселений. Вокруг сельскохозяйственных. Бурьян свой рост, если пойдет гореть, не остановлено подошло. И вторая у нас основная пункта, где заброшенные дома. То есть в большинстве своем я вижу, что населенные пункты почищены, но где заброшенные дома, даже при дворовой территории не очищены. Хотя бы нужно сделать, я понимаю, что вы все дома не можете очистить внутри, но при дворовой хотя бы нужно очищать. Ильдар Галеев также сказал, что нужно заняться очисткой русел рек в целях подготовки к весеннему паводку. Начальник сельхозуправления Фарид Кямов доложил, что на следующей неделе заканчивается уборка зерновых. Обработана половина зяби. Как обычно, были заслушаны доклады о работе водоканала, управлении по благоустройству участка Буат, а также о ходе капремонта на социальных объектах.